Продолжение следует... Такой вот прямо особняком отдельный месяц, в котором все абсолютно не так, как до него и после него. Возникает сразу ностальгия, потому что, как мне кажется, это действительно лучшее время, которое я переживал в Москве. Ничего подобного по эмоциям, мне кажется, город ни разу не переживал. То есть это был большой реально футбольный праздник. Мы показали миру после Сочи, что мы способны собирать не только большие мероприятия, там, зимнюю, да, зимнюю Олимпиаду, но и формат такого вида спорта, вида спорта номер один. И мы показали всему миру, что мы делаем это круто, что мы гостеприимны, и что мы, самое главное, готовы с точки зрения безопасности. Это было спокойно. И можно было приходить с семьями, с маленькими детьми и реально поболеть за крутой, качественный футбол. Вот вы посмотрите, как похорошели наши города, как похорошели стадионы, совершенно феноменальные. И мы видим, как города совершенно преобразились. И чемпионат мира кахнул такой невероятный импульс в урбанистическое развитие самых разных городов. Посмотрите, как Москва, ну, мы вдруг поняли, а зачем, собственно говоря, нужно вот это огромное пешеходное и велосипедное пространство, да, и чемпионат мира показал зачем. Поэтому, конечно, мы приезжаем в города, которые проводили матчи чемпионата мира, и до сих пор вот эта инфраструктура, она невероятно радует и стадионы, и гостиницы, и приветливые люди, молодежь, которая благодаря чемпионату мира здорово говорит по-английски, вот эта волонтерская вся большая дружина, потому что еще лет 10 назад я вообще не верил, что в нашей стране может так быть разное волонтерское движение. Поэтому, конечно, мундиаль – это здорово, и классно, что мы его так прекрасно провели в самых разных городах. Все, что происходило на протяжении месяца, это абсолютное единение. Ощущение большой страны, ощущение праздника, ощущение победы, оно вот нас объединяло, и мне кажется, что даже объединяет до сих пор. Очень круто, что люди хранят в своих телефонах видео, и мы сейчас, зрители этого фильма, можем еще раз окунуться в эту атмосферу, в этот настоящий праздник футбола. Все снимали все, что видят вокруг, пытаясь запомнить этот момент и собрать воедино вот эти вот все фрагменты из жизни лета 18-го года. И, что самое главное, просто обычных людей сделать из этого большой фильм. Я думаю, что это еще одна попытка сделать такую машину времени, вернуться в то время, и еще раз вспомнить все, прокрутить и получить настоящее удовольствие. Я до этого был на больших крупных футбольных турнирах, я прекрасно представлял, что каждый крупный футбольный турнир – это гигантская вечеринка, на которую приезжает огромное количество человек с огромного количества стран, и они туда приезжают в первую очередь отдохнуть, в первую очередь повеселиться, погудеть, покричать, погулять, выпить, отдохнуть, познакомиться, и вот что называется «угореть от и до». Вот примерно так все это я представлял. Во-первых, сборная России попала на наш российский чемпионат мира без отбора. Это значило, что уже точно российская команда на нем сыграет. И не нужно было проходить там разные самые команды, поэтому я уже предвкушал такое боление за своих. И предвкушение, оно ощущение счастья – это и есть счастье на самом деле. Поэтому я радовался вместе со всеми, я видел, как перестраивается страна, я видел, что она становится лучше. И также переживал, когда у сборной России по футболу мало что получалось до начала этого чемпионата, но потом чемпионат рассудил, какие ребята большие молодцы. Поэтому я очень хорошо все помню, это было на моих глазах, и здорово, что мы вот к этому так вот прикоснулись, понюхали и пощупали. На самом деле, как правильно многие говорят, чем меньше ты ждешь, тем ярче твои эмоции. У меня было примерно так же. Я ничего особо интересного с точки зрения футбола не ждал, и не ждал какой-то особенной атмосферы. Но случилось то, что случилось, и это было очень круто. Я, честно говоря, не ожидал, что действительно так много людей приедут в Россию, потому что все равно это страна далекая, и разное тогда про нашу страну писали, про расизм, якобы царящий здесь, и все в этом духе. И я действительно опасался, что люди могут не поехать. Плюс, опять же, из Латинской Америки далеко лететь, кому-то, я не знаю, из восточных стран. Я опасался, правда, что болельщиков будет мало, но каково же было мое удивление, когда люди прилетали вот со всех стран, которые участвовали на чемпионате мира, были отовсюду ровно, отовсюду было их много, и никто об этом не пожалел. Ну, то есть, это вот получился реально образцовый чемпионат мира, который даже сложно представить, когда страна сделала все для того, чтобы всем приехавшим сюда людям здесь было максимально комфортно и весело. Вот это было для меня, честно говоря, удивительно. Команды, сборные, они не разделились, а наоборот как будто соединились. Не было никаких противостояний болельщиков. Была такая общая массовая дружба, любовь. И, как мне кажется, многие русские в этот момент поняли, какими открытыми и добрыми они являются где-то в глубине души. Потому что приехали мексиканцы с Латинской Америки, действительно было очень много болельщиков, и они показали, насколько открытым и дружелюбным может быть человек. Нам этого в Москве очень не хватает, особенно в метро. Сейчас пик. Футбол объединяет, футбол объединяет, как никакой другой вид спорта. И мы не видели никаких там таких серьезных стычек, столкновений. Мы видели братания, мы видели, конечно, эмоции от поражений, слезы совершенно невероятные. И казалось, что люди опускают руки, но потом вот эти все прогулки по Ильинке, по другим улицам Москвы, по различным улицам других городов. И как встречают всех гостей, всех футболистов замечательных, болельщики. Как они на все реагировали, как они танцевали. Какой был праздник, какое было счастье. Ну, можно об этом бесконечно рассказывать, потому что мы это все видели, и действительно было здорово. Потому что футбол – это социальное явление. Это больше, чем игра, совершенно точно. Это такой единственный серьезный мировой источник радости, вдохновения, счастья. И, в конце концов, это игра. Это прекрасно. Вот футбол – это игра, и это здорово. Это значит, что есть аллогичные вещи, которые нельзя придумать. И вот игра с большой буквы. На самом деле, это довольно распространенная история. И болельщики, часто иностранные, когда приезжают, просто они, выходя со стадиона, не могут слишком бурно выражать свою радость. Потому что очень часто большое количество полицейских, и они на них так косятся, те косятся на этих. В общем, все опасаются. А спускаешься в метро, а там такие же люди, как и ты. Поэтому там можно выплескивать свои эмоции. Ну, конечно, это же было живо, это было эмоционально. И особенно, когда это было перед игрой, люди так разогревались, и потом уже приходили разогнанными на стадион. И, конечно, это здорово. Но, в конце концов, представьте, когда просто едут люди в метро, и тут залетают болельщики, которые не кричат какие-то матерные кричалки или какую-то там дурость с оскорблениями, а которые совершенно искренне топят просто за свою команду. Но топят так, что вагон ходит ходуном, когда вот это вот «чи-чи-чи, ле-ле-ле, виво-чи-ле». И ты просто едешь и часто слышишь это «чи-чи-чи, ле-ле-ле», но потом ты нет-нет, да и включишь футбол, там играет в сборной Чили, и думаешь, ну вот я чилийц вспомню, буду топить за чилийцев. Поэтому классная была схема, она работала. Главное, чтобы все было искренне и без какой-то злобы. Вот это отличительная черта чемпионатов мира. Для меня просто все это абсолютный сюр был, и когда, ну неважно, это галечный пляж в Адлере, это метро в Москве или это какая-то пивная в Самаре. Да, для них это для многих, там, не первый чемпионат мира, это для них обычная ситуация поехать на другой континент, поболеть за сборную. Но тебе-то какая разница, они-то к тебе домой приехали, и только в этот момент ты осознаешь, что реально такое может происходить, и они видят то, на что ты смотришь каждый день. И метро в том числе, в те матчи, когда в столице они проходили, например, там и Мексика играла с Германией, все вот эти болельщики, они наполняли песнями вагонной. Тебе казалось, в принципе, обычная ситуация, болельщики, поющие песни в вагоне метро, среди болельщиков российских клубов, это возможно. Но такие местные южноамериканские нет, поэтому это, конечно, еще один колоритный момент. Честно скажу, что я в метро не спускался, подземки я не был, и только по каким-то отдельным видео, да, я наблюдал, насколько они могут действительно затянуть какой-то клич, свою песню, какую-нибудь, какую-то кричалку национальную. Ну, это выглядело энергетически сильно. Хотелось запоминать каждый день кучу роликов, песни, заряды исландцев. В Москве аргентинцы, которые не замолкают ни на минуту, ни днем, ни вечером, тоже распевают все, что они обычно делают. Их они берут количеством, они заполняют все улицы. Никольская, ну, я думаю, они будут просто легенды слагать и слагают до сих пор, поэтому это настоящая фантастика. Я думаю, с этим никто не поспорит. Гол, 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 У меня было несколько билетов на самые разные поединки. Я все раздал друзьям. Мои друзья ходили на стадионы, они радовались, они болели. И больше того, мы вместе с оргкомитетом, вместе с правительством Москвы пригласили на финал Дарью Томрачеву и Уля Айнера Бюрндалина. И они просто совершенно невероятным образом были очарованы всем происходящим. Поэтому, когда друзья посетили футбол, я работал на Матч ТВ в этой студии прекрасной на Воробьевых горах, все смотрел по телевизору и счастлив от этого, потому что самое главное – это друзья. В матче со сборной Испании Акинфеев отбил, допустим, мяч ногой, то рыдали вообще все. Потому что Акинфеев отбил мяч ногой, не играя за ЦСКА, а играя за сборную России, когда за него топит вообще вся страна. Все 145, 6, 7 миллионов. Сколько раз и они все тогда просто сидели и молились за Игоря Акинфеева. Если бы он был игроком ЦСКА и играл бы за ЦСКА, такого не было бы никогда. И вот эта атмосфера, она была на каждом матче, когда каждый вот так искренне до слез переживал именно за свою сборную. Спасибо, ребята! Спасибо! Заполняя стадионы битком, абсолютно особенный, да и не только плей-офф, а групповой раунд у нас тоже на стадионах яблоко негде было упасть. Вот этот вот драйв истинного боления людей, которые приходили на трибуны с семьями, он передавался, я думаю, футболистам. Матчи сборных представляют футболисты свои страны. Когда они готовы гораздо чаще плакать в любой ситуации, это гораздо более эмоциональный момент. Вы просто вспомните, как на чемпионате мира 2014 года, например, когда в матче открытия сборная Бразилии играла с Хорватии и играл гимн Бразилии. И во время гимна вдруг выключили музыку, весь стадион этот гимн пел, его пела вся сборная Бразилии. И там половина сборной Бразилии просто разрыдались. Настолько это был мощный эмоциональный момент. На клубном уровне такого не бывает никогда. И вот такие истории, они рождаются только на чемпионатах мира. И вот такие истории, они рождаются только на чемпионате мира. Я на Воробьевых горах был ведущим этих самых фан-зон, и больше всего там даже пел. И мы привозили, кстати говоря, кубок Стэнли вместе с Сашей Овечкиным тогда в эту футбольную фан-зону. Поэтому я все это видел, я разговаривал с людьми на самых разных языках, я танцевал, я радовался, я расстраивался. Поэтому я жил такой полноценной, на самом деле, фанатской жизнью, несмотря на то, что я каждый день работал. Поэтому, конечно, это вот как в книге «Лучшая половина жизни», так и этот чемпионат, он совершенно в особенной статье вот так вот лежит на моей душе и на моем сердце. Мексиканцев и перуанцев. У них очень колоритные болельщики. Они с постоянно какими-то атрибутами, с этими большими широкополыми шляпами, с омбреро. Это вместе с мексиканцем брать. Перуанцы, которые, потратив последние деньги, оставшись в одних трусах, грубо говоря, Но при этом они счастливы, потому что они приехали на чемпионат мира, на грандиозные события, на форум четырехлетия посмотреть на свою команду. Было видно, как бразильцы, перуанцы, но они встречают тебя, они улыбаются тебе, они где-то могут покричать, могут поддержать. И они были действительно приятно удивлены тем, как их принимают здесь и как к ним относятся. Для нас было удивление, что они способны быть такими открытыми, они способны фанатеть, способны там где-то на улице кричать, петь свои песни эти на своих национальных языках. Но и опять же для нас и для них это был хороший опыт. Хороший опыт знакомства с другими болельщиками культурами, именно национальными, не клубными, а национальными. Бразильцы тоже были очень шумные, в крутых, нарядных таких костюмах. И все это было для меня, во всяком случае, ну как мне казалось, для всех жителей Москвы и болельщиков. Это было в новинку, видеть таких счастливых, жизнерадостных людей на улицах, не только на стадионах, а просто во время всего чемпионата мира. Вообще ничего она мне обещала от того, что сборная России на этом чемпионате. Смера что-то получится, вообще ничего к этому не шло. Не верили, потому что команда играла плохо. Не верили, потому что были вопросы к тренеру. Не верили, потому что мы проигрывали, но это были товарищеские матчи. Одно дело, когда есть подготовительные, товарищеские, и другое дело, когда ты выходишь непосредственно на турнир. Все это этапы подготовки, но в спорте определяющим является результат, а результат у нашей сборной он выдался очень неплохим. Поэтому мы гордимся нашей командой. Я этого, как болельщик, как зритель, ждал всю жизнь. Я это вижу. Да, у меня есть возможность с этим поделиться на какую-то аудиторию, и поэтому я просто сходил с ума и абсолютно не верил. Ну, все то же самое, как было с Россией и Хорватией. Просто не на стадионе, а через экран с несколькими тысячами тех, кто находился в фан-зоне на площади Куйбышев. Куйбышев. Был эмоциональный взрыв, неожиданность и благодарность тем людям, которые это сделали. Сборная России переобулась, а не болельщики. Сборная России стала играть лучше, стала играть агрессивнее, стала играть динамичнее, осмысленнее, увереннее, смелее. Да как угодно. Переобулась сборная России, а не болельщики. Россия! 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 Это был матч, в котором мы надеялись на лучшее, но рассчитывали, я думаю, как и многие, на худшее. Но то, что случилось в итоге, это исторический момент, конечно. И огромное количество мемов, которые потом появились про эту левую ногу Акинфеева, про то, что это нужно увековечить и поставить ей памятник. Но это действительно был момент вот такого бешеного единства всех болельщиков. На чемпионате мира по футболу за сборную болеют все. И болельщиками становятся домохозяйки, и взрослые дети, и старшее поколение. Поэтому мы все объединились вокруг команды, команда показала результаты, это огромное счастье. И вот это вот ощущение я видел в первой жизни, когда футболисты, действительно, мы играем для вас, мы играем за вас. Это не какие-то там высокопарные слова, это абсолютная философия, которую привел Черчесов. Смотрите, как Дзюба начал кайфовать от того, что он там встречался с поклонниками, делал селфи и так далее. То есть такого раньше в истории футбола, крайне мере, российского, я не видел никогда. Футбол – единственный вид спорта, который обладает важнейшей социальной функцией. И вот так вот вытащить людей на улице, даже безотносительно победы своей любимой команды, а чтобы просто все братались, обнимались, радовались, все вместе. Водушевленные единым порывом, это может сделать только футбол. Ни биатлон, ни хоккей, ни фигурное катание, только футбол способен объединить, способен вытащить на улице сотни тысяч и даже миллионы людей. Я вообще хочу сказать спасибо всей нашей стране, и болельщикам, и футболистам, журналистам, всем тем, кто сделал эту огромную работу. Потому что мы все большие молодцы. И, конечно, спасибо. То, что это достижение, безусловно, нации, лучший чемпионат мира в истории, чемпионатов мира, официально признанный ФИФА. Это огромное счастье для меня, жителя сходни Димы Губерниева. Большого болельщика футбола, футбольного обозревателя, спортивного журналиста. Поэтому я очень рад и счастлив. Разумеется, я горжусь тем, что работал на домашнем чемпионате мира. Более того, работал на главном спортивном канале страны в тот момент. Более того, работал на матче открытия чемпионата мира. И главное, я работал на финале чемпионата мира по футболу. Что вам еще надо? Это одна из пиковых точек моей карьеры. Конечно, я горжусь. Ну и, конечно, я горжусь, что этот чемпионат мира не просто прошел в моей стране, но и прошел с грандиозным успехом и с колоссальным удовольствием для всех, кто имел к этому какое-то отношение. Безумно, безумно скучаю по нашим городам, которые переживали, мне кажется, вообще свое лучшее, одно из лучших времен, можно сказать. Игорь, давай, Игорь! Ракисич, зачем тебе это надо? Нет. Я видел тренерский гений и Черчесова, и Мирослава Ромашенко, мы не будем забывать о помощниках. Золотая нога Акинфеева, Дзюба, который стал, ну, просто совершенно невероятным таким Иванушкой-героем, таким настоящим, как вот из сказки, персонажем. И все это благодаря чемпионату мира. И я считаю, что вполне справедливо наша сборная получила звание заслуженных мастеров спорта, потому что за заслуги. И заслуга этой команды, она совершенно неоспорима. Поэтому после чемпионата я, не веривший в российскую сборную, невероятным образом начал гордиться российским футболом. И больше того, сейчас, когда наши клубы играют очень неровно, в европейской арене сборная это совсем другое. Это такой, знаете, островок даже не столько стабильности, сколько островок надежды. И вот этот островок надежды, он с каждым годом ширится, превращаясь в такой настоящий квинтигент здоровой материи. Знаете, есть такая фраза, никогда не возвращайся в места, где тебе было хорошо. Вот это было, и слава Богу, что оно было. Мы все это пережили, мы все это кайфанули, мы все это прекрасно помним. У каждого есть тысячи воспоминаний, приятных эмоций, классных знакомств, впечатлений и всего остального. Все, это прошло. Здорово, что у нас это есть, что можем это где-то у себя внутри вот так вот доставать, иногда вот так поглаживать, вспоминая, рассказывая своим друзьям, знакомым, потом детям, внукам, пересказывая, как это было тогда. Не надо переживать это еще раз. Впереди классная, насыщенная событиями жизни. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ